это новый infiniti qx50 для самой марки очень важный автомобиль знаете как они его назвали на пресс-конференции самый важный автомобиль который мы когда-либо запускали звучит мягко говоря очень пафосно но тем не менее x50 может стать самым популярным кроссовером марки инфинити в мире потому что маленький компактный и выглядит на самом деле очень очень прилично а еще именно в qx50 использовано много интересных перспективных решений например именно эта машина первая получила серийный двигатель с так называемый изменяемый степенью сжатий то есть когда двигателю нужно выдавать максимум мощности степень сжатия равна 8 к 1 когда нужно экономить когда можно ехать в спокойном режиме степень сжатия может быть 14 к 1 это стало возможно благодаря тому что у мотора постоянно изменяется так называемая верхняя мертвая точка при объеме в 2 литра этот двигатель 4 цилиндра выдает 268 лошадиных сил и максимальный крутящий момент достигает 380 ньютонов при этом японцы обещают что расход топлива сократится примерно на 35 процентов по сравнению свой 6 которые имеют тоже в районе 270 лошадиных сил еще можно отметить что этот инфинити сменила ориентацию если так можно сказать предыдущее поколение мела главный в кавычках задний привод передняя ось подключалась по необходимости теперь все наоборот теперь главный является передняя ось а задние подключаются тогда когда нужно по сравнению со старой машины новый пусть 50 стал чуть-чуть покороче на 52 миллиметра но при этом в салоне стало больше места сейчас я думаю самое время посмотреть этот самый салон важный момент пусть 50 получит систему про пилот это так называемый полу автопилот японский который стоит на лифе который позволяет ехать по трассе по автобанам практически не трогай не трогая руль мы уже собственно говоря протестировали этот эту систему новым nissan лиф и она очень очень интересно очень перспективная и самое главное работает салон сделан качественно добротно имеет хорошие материалы отделки да и вообще можно отметить что машина получилась у японцев очень приличный цены и все такое пока мы сказать еще не можем машина еще не вышла даже на американский рынок можно отметить что предыдущее поколение пусть 50 в россии стоило примерно от 2,2 миллионов рублей давайте еще раз посмотрим